Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вы заметили очень интересную особенность? Путин пошел косить под Сталина. Он вот так, знаете, чтобы людям, как бы, это, вот то, что он делает, чтобы людям навевало воспоминания о Сталине. И вот что я имею в виду? Я имею в виду судьбу упыря Патрушева, о котором хорошего слова нельзя сказать. Но, смотрите, которого взяли и перевели из безопасности того поста, да, будем говорить, кто он у нас там у них там был, да, Совет Безопасности, это, как и там, России. Вот, то есть это была величина, и он решал вопросы. И бац, его переводят советником Путина, господи, прости, по кораблям, по корабликам. Лодки он теперь будет строить, да, и грести на них, да. То есть, ну, явное понижение с унижением, да. Но ведь не все так просто. Смотрите, Путин, еще раз говорю, он копирует то Гитлера, то Сталина попеременно, да. Ну, то есть упырей. Посмотрите. Давайте вспомним историю Сталина и историю СССР. Генрих Ягода, который тоже занимал свое время пост, нарком внутренних дел, ну, то есть, тоже упырь был, жуткий абсолютно упырь, создавший ГУЛАГ, жена которого написала целую книжку, до того, как была репрессирована, о том, как хорошо перевоспитываются враги народа в ГУЛАГе, и о том, и о пользе ГУЛАГа. Ну, а сама потом два года в этом ГУЛАГе просидела и была расстреляна. Ну, то есть, вот все по своей книжке, да. Но, очень интересный момент с Ягодой был, да. Его сняли, и кем, думаете, его поставили? То есть, он был сначала комиссаром внутренних дел, его ставят на связь, не напоминает ничего, то есть, снимают с силового блока, ставят на промышленный, так сказать, блок, а потом что? А потом расстреливают. Ровно там, по-моему, он на связи просидел, что-то от полугода до года, там, недлительный срок он пробыл в наркомном связи, и потом его Ежов арестовывает, и, собственно говоря, расстреливает. Если вы думаете, что на этом все, нет, не все. Вот эта же история продолжается с самим Ежовым. Он был наркомом внутренних дел, точно так же, как и Ягода. Ягода, кстати, Ягода дольше был. Ягода был с 34-го, по-моему, по 37-й или 38-й, а Ежов там пробыл всего в 37-м, да, в 37-м году. Годик пробыл. Недолго, но расстрелять успел сумасшедшее количество людей. Интересно другое. Так же, как спад рушают, смотрите, снимают Ежова, но опять не снимают, а переводят на другую работу. Из силового блока Сталин переводит его правильно на транспорт и делают его министром транспорта, чудика с образованием три класса. А после этого, что происходит, берут этого Ежова, значит, уже при Берии, Берия, нарком внутренних дел, и расстреливают, точно так же, как и Ягоду. Ну, там массу этих очкистов, так называемых, расстреляли. Просто одни расстреливали других, другие третьих. Но мы сейчас не трогаем вот именно историю очкистов, а интересна вот связь с Путином. То есть, смотрите, что с Ягодой, что с Ежовым, была одна и та же история. Они сидели на силовом блоке, бах, их переводят на блок, скажем так, промышленный, или экономический, назовите как угодно, одного на связь, другого на транспорт. А потом через полгода или годик, все, расстреляли и все, и забыли, и обвинили во всех грехах. Нет, там было, кстати, ни Ягоду, ни Ежова так и не амнистировали. Вот в годы, когда у них был там разгул демократии, и все прочее, никто не амнистировал, да, потому что там столько было на них преступлений, что на самом деле расстреляли их правильно. Просто их расстреляли тоже не за то, что они совершали, а за то, что не совершали. То есть, там это был бред советский. Но, вот посмотрите сейчас, Путин пытается копировать. Он то Гитлера, то Сталина, то Сталина, то Гитлера. И в этой ситуации он копирует Сталина. Смотрите, снимает этого Патруша и ставит его для места, на какой-то там, господи, прости, на кораблике, да. Ну, не напоминаете Ежова и Ягоду. Один в один просто калька. Конечно, я не думаю, что Путин его расстреляет. Нет. Это, скорее всего, он демонстрирует всему миру свою хватку. То, что он является, знаете, наследником вот этого Сталина и будет действовать, как Сталин. А что будет с Патрушем, я не знаю. Мне абсолютно наплевать, что с ним будет. Это упырь. Упырь, о котором слова нельзя хорошего сказать. Я почему-то думаю, что судьба его будет незавидной. И не знаю, что там будет. Тромб или Рязанский Сахарок или он попьет чайку, вот эта вода, которую Литвиненко пил. Я не знаю, что с ним, что Путин с ним сделает. Но почему-то мне кажется, что что-то он с ним сделает. И судьба его будет незавидной. Но, опять-таки, я же говорю, смотрите, россияне, кого вы избрали. Вы избрали уру-упыря, который де-факто хочет быть похож на Сталина и Гитлера. И демонстрирует всему миру вот эту вот схожесть. Ну, у меня как бы все. Субтитры сделал DimaTorzok